Доброе утро, мои хорошие! Я в мастерской, у меня сегодня рабочий день. Я уже пришла, все включила. Вот сейчас уже разденусь и буду начинать работать. Сегодня будет у меня все спокойненько. Я, в принципе, никого в гости не ожидаю я. Хотя, кто его знает, может кто-нибудь неожиданно решит мне сделать сюрприз и приедет сюда. Я сегодня чуть-чуть опоздала на работу опять. Помните, я вам говорила, я очень не люблю опаздывать. Для меня это самое страшное, что может быть. Но получилось абсолютно не специально. Дело в том, что, вы же знаете, Яна во вторую смену у меня. И мы договаривались, что она вместе со мной проснется и придет сюда на работу. И уже под моим контролем сделает все уроки. А потом муж ее завезет в школу. Но утром я ее ни в какую не смогла разбудить. Поэтому, пока я ей там все подготавливала, что ей дома оставить, да, покушать, что ей одеть, расческу отдельно с резинками положила, чтобы она хоть хвост сегодня могла себе заплести. Написала ей записку со всеми ценными указаниями, что сделать, как закрывать двери, что выключать, что проверить, чтобы было выключено. Но из-за этого получилось, что вышла я чуть позже, чем планировала. Еще пока машина прогрелась. Утра было минус 4. Сейчас уже погода все лучше и лучше. И днем обещают плюс 1. Кстати, у нас очень красивое-красивое голубое небо сегодня. Вот просто хочется смотреть в окошко или вот сюда к двери подходить, наблюдать. Потому что очень люблю я, когда такое, знаете, яркое, красивое, красочное небо. Вот. Ну, как я вам уже и объяснила. Поэтому я чуть-чуть и задержалась. Все. Давайте уже пойду положу куртку. Очень душно в магазине, потому что у нас работает хорошо сейчас батарея. И начну тогда работать. Вам всем хорошего, отличного тоже рабочего дня. Не перестаю удивляться своему ребенку, своей Янке. В общем, она мне только что отзвонилась. Она выспалась, проснулась, собралась, оделась, взяла все уроки. И только что позвонила сообщить, что она уже идет ко мне. И по дороге хочет зайти еще в магазин. Спросила, мама, что тебе купить покушать? Ты же, наверное, с собой ничего не брала. Говорит, я из дома взяла пакетик моцареллы. Давай я зайду в магазин, куплю еще помидорок, чего-нибудь нам к чаю. И скоро к тебе уже приду. Вот такая у меня малышка, вот такая у меня умничка. Ну, жду, жду ее. Вы помните, вчера приехала лаванда. Так вот, смотрите. Когда она приезжает, она приезжает такими достаточно тоненькими, скукоженными пучками. Потому что транспортировка, она где-то подминается, да. И вот создается вот такой эффект абсолютно маленького веника. Но зато очень ароматно пахнущего. Простите меня за слово веник, но на самом деле выглядит это именно так. Для того, чтобы лаванду превратить в красивый букет, в букет подарочный, в такой букет, который людям захочется купить и кому-то подарить, для этого вы должны ее разобрать. Просто разбираем и заново перекладываем по спиральке, аккуратненько ее начинаем раскладывать, чтобы дать ей воздуха. Потому что здесь практически воздуха в букете не существует, нету его. И вот такие, смотрите, малыши в итоге получаются намного пышнее, вот, чтобы вам для сравнения, да, это один и тот же пучочек. Вот здесь, смотрите, насколько он кажется маленьким, а здесь, смотрите, какой он кажется пышненький, такой толстенький. И аккуратненько упакованный в тишью и в корейскую пленочку. И вот такой букетик, уже согласитесь, гораздо приятнее дарить. Гораздо больше, кажется, здесь цветов. Более аккуратно они сложены, потому что здесь они разной длины, за счет этого какие-то торчат вверх, какие-то внутри спрятались. Здесь же мы их все аккуратно выложили именно по их соцветиям, чтобы показать всю красивую шапочку. И гораздо интереснее. Так что берите на заметку, если вы работаете с лавандой, с сухоцветиками, просто так не заворачивайте в кулечек вот именно ту лаванду в том состоянии, в котором она приходит. Не поленитесь разобрать и перебрать ее. Вчера, когда была в книжном, купила себе, смотрите, какой красивый блокнотик. Вот с такими птичками. Это будет, смотрите, я даже написала. Сейчас вам покажу. Открою небольшую тайну. Моя волшебная книга желаний. Буду здесь по всем правилам переписывать свои желания, которые я до Нового года список написала. И вот здесь вот все хочу красиво, аккуратненько, красивыми цветными ручечками уже записать. Специально покупала книжечку такую небольшую, чтобы она всегда была со мной, чтобы я в любой момент могла открыть, перечитать, дописать еще какое-то желание. Или отметить то желание, которое у меня сбылось. Та цель, которую я достигла. Желание я писала на год, на 2019. То есть таких сильно, знаете, нереальных там нет. Там все достаточно доступное. Главное просто идти к этим целям, идти к своим желаниям. И все, все обязательно получится. А что еще надо делать для того, чтобы желания у вас точно сбывались, вы сможете узнать в видео, которое мы вчера с Кириллом сняли. Я его уже вчера практически домонтировала. Сегодня мне осталось еще чуть-чуть там подработать это видео. И возможно уже на этой неделе вы его увидите. Яночка, вы посмотрите, мое солнце. Помимо рюкзака школьного, она взяла еще сумку. И для того, чтобы зайти в магазин, купить, я смотрю, много всего. А Кока-Колу зачем? Нет, вот это я уже брала с собой. Это из дома ты взяла? Я купила себе подарок и соль. Подарок мне купила? Знаю, ты любишь. С ума сойти, мне интересно. Ну, вам это в кармашке. Ну, Кока-Кола вообще-то это плохая вещь. Ты знаешь, как я отношусь к Кока-Коле. Янка, ты закрыла всю камеру. Янка мне купила мою любимую шоколадку. Я обожаю Риттер Спорт с миндалем еще. Соль. А помидорки купила? Помидорки там такие дорогие. Мне у всех денег не хватит. Хотя бы надо было. Ничего себе. Вы представляете, какие в Беларуси дорогие помидоры. Не хватило, бедняжки мои. Яночки. У меня было просто 7,50, а там она стоила 7,42. Ну, ясно. Так это за килограмм, наверное. А тебе надо было один. Один помидорчик зависит, не знаю, копеек на 20. Блин. Яночки. Яночки. Кексиков целый пакет. В общем, я к чему? В общем, она, видите, сколько все взяла? И у нее по дороге, у моей девочки, порвалась сумка. Причем, знаешь, на дороге. Прям на дороге. Какие-то рельсы такие. В смысле, где трамвай? Да. И все выпало из сумки? Нет, ничего не выпало, просто порвалось. Маленькая ты моя. Это же опасно. Еще и на дороге, где трамвай едет, порвалось все. Ну, слава богу, дорога была чистая. Не, ну ладно, мне не жалко, что там сумка порвалась. Мы ее починим. Вопрос только в том, что это опасно было. В общем, как вы видите, меня мой ребенок никогда не оставит голодной. Она мне принесла кучу сладостей и два пакетика моцареллы. Два? Три. А зачем три? Надо было дома что-то оставить. Три. Все забрала из холодильника. Ха-ха-ха. Хапка, я. И кексов. Ой, ты мое солнце. Вообще, как я тебя люблю. Иди сюда, поздоровайся. Мяу. С нашими зрителями. Мяу-мяу. Вот мой котеночек пришел, моя девочка. Не замерзла? Чешу, 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 чешу. Не замерзла? Нет? Надо уроки сделать, да? Я к вам вернулась, как и обещала. Все уже разложила, разобрала. Моцареллу в холодильник. Гобалага в цветочном магазине у нас в холодильнике есть. Поэтому у меня есть специальная такая спрятанная коробочка, в которую я кладу еду. Я ее всю накрываю, потому что нельзя на самом деле хранить и еду, и цветы в одном месте. Но я не об этом. Я о питерском тренде. В общем, вы видели, мы вчера с Кириллом, точнее, Кирилл вчера делал, да, букет. Мы так пошутили, что это питерский тренд, да. Но я чувствую, приживется, похоже, это слово. Поэтому в своих видео, наверное, и буду дальше так это называть. Ну, звучит красиво. И хочу рассказать, что сейчас как раз практикую. У меня вчера Кирилл показал, как это делать. Хотя я прекрасно понимала, как это делать. Но, честно говоря, как-то недолюбливала я этот питерский тренд. Но вот что значит Кирилл, что значит человек, которому я доверяю, которого я очень люблю и хорошо всегда о нем отзываюсь. Но не смогла. Я не прислушаться к нему. Поэтому сейчас решила попрактиковаться. И вот, смотрите, роза Мондиаль обычная. Роза Мондиаль обработанная в стиле питерский тренд. Смотрите, насколько она стала больше. Насколько она стала крупнее. Ярко, смотри, какая роза. Я вообще подумала, что это вот это пышный такой, где много таких, знаешь, маленьких. Где пеновидные которые, которые я привожу, да? Нет, не розы, а такие, знаешь, которые обычно покрашены где. Вот синий, розовый, фиолетовый, там, так далее. Ну, может, пион. Большой такой. Ну, у него маленькие цветочки такие. А, на гортензии. Вы знаете, сейчас гортензия вот зимой приходит вот такого размера, как у меня получилась эта роза. На самом деле, место, по крайней мере, в букете займет вот столько же, сколько и зимняя гортензия. А я про что? Так что вот, практикуюсь. Все, набрала водичку, вазочку, поставила вот эту розочку Мондиаль. Ставлю здесь у себя на столе, потому что хочу проверить, как долго она сможет выстоять. Она на продажу у меня не пойдет. В принципе, как и все. Я очень... Нет, Яночка, только не Эрл Грей. Я не люблю Эрл Грей. И обычный... Там вот другой пакетик лежит чай. И обычный пакетик. Да-да-да, зайка мне, видите, Яна чайок делает. Привожу какую-то новую розу, либо вот занимаюсь вот такими вот непонятными штуками. Обязательно проверяю стойкость сама. То есть я выставляю либо дома, либо в магазине. Не возвращаю в холодильник, а наблюдаю, как себя ведет цветок. Благодаря чему я, в принципе, и сделала тот необходимый мне ассортимент из цветов, которые максимально стойкие. Потому что каждый цветок я лично проверяла на стойкость и на то, как он себя чувствует вне холодильника. Вот сейчас буду смотреть, насколько дольше или наоборот насколько меньше постоит такая розочка. Хорошая. Хорошая. Кстати, у нее сразу аромат появился. Она так не пахла. А как только я ей раскрыла сердцевину, от нее такой аромат пошел. Вообще прям не ожидала я, что оказывается у Мондиаля такой вкусный запах. На самом деле просто была плотно закрыта вот здесь вот эта сердцевина, которая и аромат нам и дает. А мы ее раскрыли и просто французские духи, Янка, у нас с тобой тут. Теперь у тебя будет новый освежитель воздуха. Новый освежитель воздуха, натуральный. Вы видите, какая деловая у меня, Янка. Я на 5 минут написала закрыто, но там у меня Яна. На самом деле я хочу подойти в салон театра причесок, который, видите, прямо около меня вот здесь находится. Я знаю, что у них там продается много всяких красивых штучек для волос. И я хочу Яне сделать сюрприз. Она, видите, мне сделала приятный сюрприз. А я хочу помочь ей. И принести ей... Сейчас за одну дверь и подержу, помогу. И хочу ей какую-нибудь красивую заколочку подобрать. Все. Смотрите, сколько красивых. Здесь заколочки. Смотрите, какие блестящие, красивые обручи. Вот я вот как сорока, прямо сразу на все блестящее. Ну, я уже и себе хочу. Вообще я пришла Яне покупать. И вот здесь всякие заколочки. Большой-большой выбор. Так что можете не только себе здесь делать причесочку, поменять цвет волос, но еще, видите, такую красоту. Как мне повезло, что у меня рядом есть такой салон с таким замечательным ассортиментом. Что не только можно привести себя в порядок, но еще и украсить. Вообще, смотрите, купила вот такие штучечки. Так, и подожди, Яна. И еще хочу показать, но Яна уже встала и смотрит. Я думала сделать для нее сюрприз. И еще, смотрите, какие. Все блестяще, блестяще. Янка, иди сюда. Люблю. Подарки ты любишь. Закрывай глаза. Ходит с закрытыми глазами по магазину, смотрите. Иди сюда вперед. Подходи. Руки нормально вытаскивай. Так, вот это в одну ручку держи. Вот это в другую ручку. И теперь открывай, смотри, это тебе подарок от мамы. Ух ты. Будем делать сейчас красивейшую прическу в школу. Ян. Будем. Тебе нравится? Видишь, сколько золота, сколько блеска, сколько бриллиантов. Вам поближе показать все-таки. Смотрите, я взяла целый вот этот наборчик именно вот таких простеньких. Но мне очень понравились. Они так красиво переливают, сверкают. Вам просто не передать. Такие невидимочки. А Янке нравится и с бриллиантиками. Ну, я знала, что тебе понравится. Я все тебе все равно взяла, Янка. Вот с такими, как сердечки, видите, розовенькие. Все, меня тут Янка уже целует. И шпилек мне еще дали. Для того, чтобы сделать прическу классную. Ой, слушайте, смотрите, как они красиво переливаются у Янки в волосах. Вообще. Я, на самом деле, заплела ей просто две французские косички и аккуратно вывела в одну. Вот единственное, надо еще красивую резинку ей купить. Там, кстати, были резинки, надо будет посмотреть. И взяла просто в некоторых местах, заколола здесь, и вот спереди, видите, чтобы не столько даже держала, потому что косички хорошо держат волосы, сколько вот, чтобы было красиво. Переливаются. Камера даже не передает. Настолько сверкают они. Мне так нравится, как они переливаются. Хорошо, что я сходила и купила тебе эти заколочки. Еще много у нас осталось. В следующий раз я подумаю, как сделать прическу так, чтобы максимально все невидимочки использовать, чтобы было на голове красота. Так что вот такая прическа у Яны сегодня в школе будет. Будет сверкать. Он довольный. Так, ну что, мои хорошие, у меня уже больше часа назад Дима забрал Яну. Мы сделали с ней все уроки. Она поехала в школу. У нее сейчас уже идет учеба. Я за это время, чем я тут занималась, на самом деле ничем, потому что у меня тут были гости. Помните, я вам говорила, вдруг кто-нибудь сюрпризом захочет ко мне прийти. Так ко мне два человека сегодня пришли. И вот мы тут общались, разговаривали обо всем. Вот, и только-только сейчас освободилась. Уже три часа дня. И я же до сих пор так и не села за свои сердечки. Поэтому прямо сейчас я сажусь и буду делать сердечки. Но надо мне еще видео с Кириллом по желанию домонтировать. В общем, не знаю. Хочу все-таки больше что-то поделать руками. Наверное, давайте я посижу, именно пошью. А уже, если что, домонтирую сегодня вечером. И тогда выставлю вам это видео, чтобы вы тоже могли его посмотреть. Вот, что еще хотела сказать. Слушайте, у меня вот вообще аллергии на лаванду нету. То есть я нормально отношусь к запаху лаванды. Но у меня настолько сильно она сейчас здесь в магазине пахнет, что мне полностью заложила нос. И я хожу, дышу только ртом. Наверное, надо пойти в аптеку все-таки, купить какие-то капли от аллергии и капнуть. Наверное, все-таки уж сильно она такая пришла, насыщенная. Редко такое бывает, потому что обычно так, знаете, привыкаешь к этому запаху и все. И он, в принципе, не мешает. Но так, чтобы мне это же заложило впервые. Так, я уже в шапке. У меня на самом деле уже начало восьмого. Я постепенно закрываю магазин. Только что пришел молодой человек. Сделали небольшой ему букетик. Букетик собирали из хризантема бакарди, со статицей. Миксовали такой. Он очень полевой получился. Он попросил максимально просто упаковать. То есть я взяла, сделала кулечек из крафта и бечевкой замотала. Снимать не снимала, потому что человек был на месте. Сейчас я снимаю уже все отчеты, чтобы кассу выключить. Вот сейчас у меня пойдет распечатка. И потом уже выключу свет в холодильнике. И потихонечку потопаю домой. Янка уже с Димой где-то на подъезде к дому. Потому что мне Яна звонила со школы, что она уже закончила. Так, сейчас все сверяю, чтобы у меня сходилось все с чеками. Это я терминал сейчас пока проверяю. И теперь мне надо будет снять кассовый отчет и сверить, чтобы тоже с терминалом все сошло. Кассовый отчет у меня печатается в три захода. Мне несколько раз надо на кнопки нажимать, чтобы он распечатал. И сейчас, сейчас буду уже собираться. Пока сейчас сидела, тут ну немножечко поделала эти сердечки свои. И что еще хотела? Влезла в Инстаграм, начала снимать сторис. А то я про Инстаграм все время забываю. Каждый раз вам говорю, подписывайтесь на мой Инстаграм. Я там вообще такая активная. В общем, ничего подобного. Вру вам просто нагло. Каждый раз про Инстаграм я просто забываю. Надо себе, наверное, какой-то крестик на руке, знаете, рисовать ручкой. Который будет значить. Сними сторис хотя бы. Если уже ладно, посты-то там часто не выставляешь, то хотя бы сторис снимать чаще. Но там сейчас я попросила позадавать мне вопросики. Вот как раз пока буду машину прогревать. Поотвечаю. Может быть, еще дома на что-нибудь поотвечаю. На какие-то вопросы. И мы с вами... Так, все у меня, все поснималось. Пообщаемся, можно сказать так. Через Инстаграм с вами чуть-чуть. Уже пошли интересные вопросы. Кстати, один из вопросов был действительно... Почему нет продаж? Вот сейчас, конкретно, в преддверии 14 февраля. Ну, вы знаете, продажи, я не скажу, что их нету. Просто они не такие активные, возможно, как были вот в конце месяца. Хотя январь тоже не всегда славится хорошими продажами, да? Почему и начинается сезон, считается, что начинается 14 февраля. То есть, все, что до 14 февраля, считается не сезон в цветочном магазине. Поэтому не стоит сильно там уж как-то анализировать эти дни, да, по продажам. Но я люблю говорить так. Если у вас затишье перед 14 февраля и очень мало людей, я это называю затишье перед бурей. Это говорит о том, что у вас 14 февраля должен пройти очень плодотворно и очень активно. Но как оно будет на самом деле, потом можете написать мне в комментариях. Мне будет интересно почитать про ваш опыт работы до 14 февраля и после. То есть, сравнить, было ли затишье перед бурей, или все было так спокойно с ростом. Но в любом случае, рост на 14 февраля у вас обязан быть. Это даже не обсуждается, ребят. Так, все, кассовый отчет сняли. Сверяю терминал. Сошелся терминал. Оплаты по кассе тоже сошлись. Все. Все у меня сошлось. Никаких вопросов у меня по чекам не должно быть. И теперь, значит, я все выключаю. Не знаю, давайте тогда еще дома встретимся. Я еще дома. Я вчера книжечки покупала и вам не показала, которые. Давайте я сейчас домой приеду, вам покажу книжки, которые я купила. Может, кому-то интересно будет. Окей? Все, дома увидимся. Как я вам обещала, я уже дома хочу книжечки показать, которые вчера купила. Значит, вот это вот книжка. Фенни Флэк. Жареные зеленые помидоры в кафе Полустанок. Достаточно хорошие отзывы. Но меня даже не отзывы заинтересовали. Знаете, вот аннотация, да, книжки я всегда читаю. И вот если она меня зацепит, то я точно возьму. Меня зацепило очень сильно. Особенно первые слова. Если приблизить этот томик к уху, то наверняка можно услышать чей-то смех, плач, разговоры, шум посуды, шорох листвы, звяканье вилок и ложек. И я так представила себе всю эту картину, чтобы поняла, что я хочу почитать эту книгу. Только-только начала читать, поэтому пока ничего вам не скажу. И купила себе вот такую книжечку. На самом деле не знаю, почему я ее купила. Дело в том, что года два назад я увлеклась семейной психологией. И все время советовали все люди, которые рассказывают вот про семейную психологию, да, там про то, как правильно вообще строить отношения внутри семьи. Именно вот эту книгу «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Что эта книга помогает понять мужчину, помогает понять саму себя, как женщину, да, отношения выстроить. И помогает понять мужчинам женщину. Да, и помогает понять мужчинам женщину. Если мужчина ее будет читать, тут Янка уже, видите, подсказывает. Выстроить хорошие, грамотные семейные отношения. В общем, увидела ее в продаже, это уже новая версия, это уже доработанная, это второе издание, как мне объяснили. Джон Грейв. Джон Грейв, решила взять. Думаю, что если у меня будет промежуток, когда не будет ничего из художественной литературы почитать, я почитаю вот эту литературу. Кстати, если кто-то читал, можете мне написать, как вам эта книга вообще, достойна ли она внимания. Вообще, да, я уже дома, и хочу пойти смонтировать видео, пока Янка не разнесла тот весь дом. Это малыш. И не пришли, конечно, и не пришли соседи ругаться. Ну, я шучу, у нас соседи вроде нормальные, они только по ночам очень громко любят музыку слушать, значит, они к шуму нормально относятся, судя по тому, как они в 2-3 часа ночи ставят на максимум свои колонки. Ладно, я не об этом. Вот, пришла моя Марысинка, так что будем уже с вами прощаться. Хорошего вам вечера, дня, если вы утром смотрите. Мне уже спокойной ночи, потому что я сейчас уже буду скоро ложиться спать. И завтра обязательно увидимся, я завтра работаю, так что я надеюсь, будет время у меня поснимать, будут какие-нибудь интересные новости. Все, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и пока-пока-пока-пока-пока.